На планерке в местном самоуправлении сегодня обсуждался один большой вопрос. Грядущий 28 июня День города. Дискуссию вызвал лишь один момент. Быть или не быть вечером в праздник салют. Фейерверк-то не заработали? Вы знаете, Сергей Леонидович, фейерверк, который мы делали обычно в День города, мы решили его не проводить в связи с тем, что всё-таки это дорогостоящее зрелище. Не в состоянии даже раз в год стрельнуть в небо. Бойцы. Около 400 миллионов стоит хорошая фейерверка. Если мы не соберём по какому-то... Это, кстати, не такое, как в Москве. Ликси, если мы не соберём по какому-то... Это скромный. Ну, слушайте, нет, разбой. Во-первых, 400 миллионов, не надо сказки рассказать, а то действительно умрут все. То, что выстрелили военные, стоило 20 миллионов. 9 мая, на всякий случай. Но даже если в три раза добавить, чтобы он был не такой бедный, будет 60 миллионов. То есть 400, это феерия целая, которая как бы... Для нашего города мы слабоваты. Сергей Леонидович, есть поручение, есть предложение. Поручить Тарасинка Нью-Йорк Алексеевичу. Договориться, мы восстанавливаем дворец офицеров, без офицеров, а они нам стреляют. На наши деньги будут стрелять. Мы уже стреляли за счёт войны. Итак, пока вопрос о фейерверке остаётся открытым. Остальная программа трёх дней праздников с пятницы по воскресенье состоит из 36 основных пунктов. Многие из мероприятий будут происходить одновременно в разных местах города. Из особенностей этого года отметим отсутствие в программе церемонии открытия нового фонтана. Вместе с Петром I приедет, судя по программе, Екатерина II. А весь праздник посвящён 220-летию со дня переименования Петровской слободы в город Петрозаводск навстречу 300-летию нашей столицы и почему-то 850-летию Москвы.